Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Слышишь, цокают копытца возле нашего пруда. Это лошади напиться прибежали к нам сюда. Сколько белых, рыжих, серых, в яблоках и вороных. Множество лошадок смелых, дружелюбных, озорных. Что это у меня? Меня с утра потянуло на поэзию, спросите вы. Да еще и про лошадей. А все потому, что в эти дни поздравление с юбилеем принимает автор восстановления карачаевской породы лошадей, инициатор и руководитель конного восхождения на Эльбрус в 1998 году Клыч Гирей Урусов. Родился он 17 июля 1942 года, но в тяжелые военные годы в его свидетельстве о рождении неправильно написали дату рождения – 17 февраля. Патриарху карачаевского коневодства Клыч Гирей Урусову 80 лет. Он, как и прежде, болеет душой за лошадей и охотно делится знаниями с молодежью. С юбиляром встретилась Алла Дзинаева. Скаковая лошадь? Вот они знают этот круг и не думают. А эти в горах, они должны думать, думать, думать и думать, чтобы выжить. Удивляешься, как эта лошадь внимательно слушает, будто понимает, что Клыч Гирей Урусов ведет речь о них. И еще раз убеждаешься, что это очень умное создание. Известный и уважаемый в республике и за ее пределами Клыч Гирей Урусов много лет занимался изучением карачаевской породы и знает о ней все и может рассказывать долго и очень увлекательно. Горбоносец в середине профиля, к концу должен быть горбоносец. Лирообразный, то есть вырезом лирообразным таким вырезом. Одна из формок красивых ушей. Другая форма ушей есть камыш-кулак. Есть третья форма кош-кулак. Тоже такими же вырезами, но они очень сближены друг к другу. Кончики, как бы создавая арочку такую. Это назывался кош-кулак. Вот это вот три формы ушей очень ценные были в карачаевской породе лошадей. В системе племообъединения Клыч Гирей Урусов проработал 13 лет. Последовательно занимая должности от рядового зоотехника, старшего, главного, а затем за пределами Карачаева-Черкесии в Невыномыском межрайонном объединении, был заместителем начальника, но стал рядовым зоотехником, чтобы восстановить карачаевскую породу, ее статус после забытия. Сегодня, оглядываясь назад, бывают моменты, когда переживаешь, что обделял семью вниманием материально, но когда берешь за основу что-то сделал, конечно, это не подлежит обсуждению, говорит Клыч Гирей Урусов. Я бы вновь начал бы и прошел бы этот тяжкий путь, по новой повторил бы. Может быть, немножко умелей. Тогда я не умел, опыта не было. И там я себя осложнил. Я, когда начал заниматься восстановлением породы лошадей, себе наметил, что никаких авторитетов не подключать, и никому, конечно, взяток не давать. Убедить, доказать, что такая порода есть, была, есть, будет. Что я достиг? Правда, в отличие от того, что я проработал, чтобы восстановить, я начал в 80-м году, а порода вошла в реестр пород СССР только в 89-м году. Вот. Это сложно. А я думал, в 85-м году это сделаю и уйду опять на вольные хлеба. Но, увы, Всевышний распорядился иначе. Сейчас Клыч Гирея Магомедовича часто приглашают посмотреть на различные пробеги на лошадях. Один из них в этом году пролегал из Урубского района на медовые водопады. Сто с лишним лошадей я их осмотрел, хотя был день очень тяжелый, холодный для меня. Да, кстати, хочу поблагодарить молодого человека, который надел на меня безрукавку, шубу. Я не сообразил спросить у него имя, фамилию, кого мне благодарить за эту телогрейку. Спасибо ему. Подобными поступками и выражается уважение и любовь народа к известному коневоду. Его знают жители не только нашего региона. Владимир Кулаковский ранее был мэром Железноводска. Сейчас Владимир Викторович – председатель наблюдательного совета Ассоциации коневодства в России. Я отмечу, что он имеет большую заслугу перед карачаевским народом, ибо репрессированный народ, и он показал свою, я не знаю, каким словом это сказать, и он вывел ту породу лошадей, которую у него отняли в тот момент, когда репрессировали. Понятно, лошадей не увезли, сам он был депортирован в Кыргизию. И восстановили эту лошадь – это пример другим нациям. Это мое такое мнение. И поэтому, я считаю, он заслуживает самого высокого поощрения именно в этом плане. И все конники страны, все его знают, и все берут пример с него. Конезаводчик Виктор Хмара говорит, что пришел в день юбилея сказать Клычгирю Урусову спасибо. Каждый человек в жизни оставляет свой след. Вот я считаю, что Клычгирей проживает жизнь не зря. Конников много, и все его знают, как именно того человека, который боролся за восстановление, за регистрацию, чтобы эта порода существовала. И вот в основном благодаря ему эта порода будет существовать. Я хочу ему пожелать долгих лет жизни, предстоящим юбилеем, чтобы мы еще встречались неоднократно и желали ему добра и здоровья. Член Союза писателей Москвы Саид Баев в день рождения юбиляра обратился к руководству Карачаевска с предложением. Чтобы в городе, допустим, Карачаевске, ну, Карачаевская порода, раз мы говорим, чтобы стоял памятник из двух частей, ну, композиции из двух. Значит, один человек, одна лошадь. Человек, это, естественно, в своей знаменитой шляпе наш Клычгири Магомедович, а лошадь, одна из двух лошадей, даура и хурзук, там, которые первыми вошли на Эльбрус рядом. Это был бы памятник очень значимый, очень нужный, очень важный, имеющий и воспитательный эффект для молодежи и так далее. Я бы просил, чтобы, если кто нас будет слышать, люди, от которых это может зависеть, чтобы сделали такой памятник. Жилотный при жизни Клычгири Магомедовича. Верхом на лошади человек теряет дурные мысли, цитирует известного историка Льва Николаевича Гумилева Клычгири Урусов и от себя добавляет, что человек, который с детства в седле на лошади, он теряет чувство страха, у него появляется чувство благородства, то есть уважения к лошади, а одно чувство перемещается в другое. Вот такую большую пользу приносит общение с этими благородными животными человеку. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас к нам в гости направляется заслуженная и народная артистка Карачаева-Черкесии Марина Соболева. Более 15 лет она живет в Москве. Марина успешно занимается творчеством, выступает на самых престижных площадках нашей страны. Параллельно занимается и педагогической деятельностью. Но Марина не забывает и про свою малую родину и часто приезжает в Карачаево-Черкесию. И сегодня она заглянула к нам в гости. Моя соведущая была Джозаева и Марина Соболева уже в студии. И я с удовольствием уступаю им нашу гостиную. Доброе утро всем. Доброе утро, Марина. Рада видеть тебя у нас в гостях. Ты теперь, как говорится, москвичка. Не так часто к нам приезжаешь, как нам хотелось бы. Но про малую родину ты не забываешь. Ты бываешь в Черкесске. И вот очередной твой приезд мы решили тебя пригласить и спросить, как там Москва, как ты там живешь, что у тебя нового происходит. Я знаю, что ты по большей части теперь преподаватель. Но расскажи, как ты живешь. 15 лет без родины. Да, живу действительно скучно в том смысле, что климата мне нашего не хватает. И наших ребят, вообще общества нашего замечательного. Потому что сюда приезжаешь, у меня сразу начинается жизнь. Все свои люди. До сих пор меня узнают, хотя 15 лет, можно сказать, меня не было. Я уехала в 2004 году, начала там жить с 2005. И творчество на самом деле у меня там процветало, все хорошо. У меня же столько альбомов было. Но из-за период пандемии, естественно, пришлось немножко переквалифицироваться и преподавательской деятельностью, как вы сказали, действительно заняться. Причем это мне очень нравится. Мне очень нравятся ребята. Это общеобразовательная школа. Все спрашивают, музыкальный ты? Да нет. Ну, так получилось, что там, где я проживаю, буквально 150 метров от этой школы. Я зашла к директору и говорю, я такая-то, такая-то. Образование. Сказала, у меня музыкально-педагогический факультет в институте. И дирижерское хоровое отделение в нашем музыкальном училище я закончила. Поэтому специальность у меня как раз подходящая. Меня с руками, ногами забрали. У тебя новая техника преподавания. Ты об этом скажи. Ну, конечно. У меня много новых техник, потому что я же преподаю вокал эстрадный, народный. А теперь я сама занялась для себя в период пандемии академическим вокалом. И мне так нравится. И эти произведения интересные, и звукоизвлечения другое. И то, что я могу передать много, это тоже хорошо. Хотя я не только педагогической деятельностью в итоге занимаюсь, а своей, дальше продвижением своих произведений. А мне многие сейчас пишут. Многие хотят, чтобы я исполнила эти песни. То есть на себя мне тоже хотелось бы уделить внимание, которого времени, к сожалению, маловато. Но в период пандемии ты же говорила, что ты нарабатываешь репертуар. Тоже плюсы свои есть? Да еще какие! Если бы этой пандемии не было, вообще бы вокалом академическим-то я не занималась. Это огромный для меня плюс. Это ощущение новой жизни, постоянно что-то новое, интересное. И общение с другими людьми. То есть театры. Понятно, что я работала с концертными своими программами в концертных залах. Это все замечательно. А теперь еще я могу и в театрах выступать. Театр Булгакова, допустим, есть такой у нас в Москве, очень известный. Там собираюсь сольный концерт. А ты заметила, что ты сказала у нас в Москве? Да? Да. Ну вот, уже так. Уже так, да? Получается. Почему? Потому что перед этим я... Что тебе дала Москва? Сначала я, когда туда приехала, не поверите, можно просто по-свойски, да? Я приехала, и там меня никто не знает. Мне так это понравилось. В чем хочу, в том хожу. Здесь все, о, Соболева идет, Соболева идет. А там это, ну, как бы сама, как рыбка в воде. А потом думаю, ой, что-то скучно. Моих поклонников маловато. Естественно, начала заниматься своей творческой деятельностью побольше уже. И там поклонники появились. Вот почему... Ты привыкла? Привыкла. Но, когда приезжаю сюда, я ощущаю на самом деле, вот она, родина-та. И там я все время скучаю. Именно по нашим людям. Здесь, к сожалению, у меня родственников уже не осталось практически. Но там люди другие, да, Марин? Более... Закрытые. Закрытые из-за того, что... Не из-за того, что они плохие. Им некогда. Из-за того, что очень большие расстояния, пока до работы доедет, час туда, час обратно бывает. У меня была работа, по четыре с половиной часа я ехала на работу. В одну сторону. Пробки. И, ну, обратно, допустим, ты уже ночью возвращаешься. Моя работа, сами понимаете, вечерняя. Ночью я возвращаюсь, там, часов 12 уже более свободной дороги я добираюсь за полтора часа. Разница такая. Но, однако, это очень тяжело физически. Много времени занимает. Да. И из-за этого и люди более бегущие, с открытыми глазами. Сами бегут. Сами иногда не знают, куда они и зачем. Лишние телодвижения. А у нас... Суета. Хорошо, да. Здесь позвонил, здесь все свои. Пошел... Там тоже поликлинику, да, тебе надо? Там все свои. Ты уже без всякого страха пошел в правительство или, да, просто на рынок. Тоже все свои. Одноклассники смотришь. Очень приятно, да. Кто в музыкальном училище, да, там, преподаватели те же самые. В общем, мы с тобой обо всем этом поговорили. А давай теперь про твой репертуар поговорим. Репертуар. Ну, кто пишет? Если я не ошибаюсь, у тебя, наверное, около сотни песен. Сейчас с кем работаешь? Да, да, около сотни песен. Ну, ты сама пишешь, я знаю. Я сама, ну, знаете, мало сейчас вообще практически не пишу. Из-за того, что объем работы большой, мне некогда задумываться над этим текстом. Ты больше все-таки преподавательством занимаешься? Нет, я просто выбираю и тем, и тем половину стараюсь. Потому что преподаватель даже для себя. Я сама над собой сейчас работаю тоже много времени. И мне пишут, уже постоянные авторы у меня нашлись, те, которых я воспринимаю, скажем. Это Алексей Федоров, Марина Павлова. Да, вот это самые мои любимые. Есть Олег Щеглов и Игорь Бродский, то есть Блотский, извиняюсь. Ну, те же, с кем ты работала. Да, в принципе, да, как бы дальше-дальше идем. Уже как вошли в ручеек, вот уже в реку, и идем вперед. Мне эти песни нравятся, которые они пишут. Но то, что я сейчас стала немножко репертуар менять, в какую сторону? Допустим, романсы или арии из каких-то опер. Поэтому вот это мне интересно. И, допустим, Ким Брейборг, есть замечательный продюсер-композитор. Известный, да, конечно. Вот он мне тоже несколько песен подарил. Мария, ну ты понимаешь, что мы тебя не отпустим без песни? Подари нам настроение какое-нибудь такое хорошее. С удовольствием. Пожалуйста. Я же люблю поднимать настроение. Спасибо. Да, мы знаем, мы знаем. И, например, вот одна из песен, которую написал как раз композитор Олег Щеглов, а Игорь Булотский слова написал, вот она мне очень нравится. Я частенько открываю свои сольные концерты этой песней. В зеркале реки вновь сияют звезды, В небе две души и две судьбы. Всем счастливым быть никогда не поздно, Надо лишь в любви всегда нам жить. Собирайте счастье, как цветы, Посмотрите, сколько его много, Просто улыбайтесь чаще вы, И забудет к вам печаль дорогу. Радуйтесь дождям и закатам алым, И когда друзья зовут на чай, Просто без причин, Позвоните маме, Лишь звонок один сотрет печаль, Собирайте счастье, как цветы, Посмотрите, сколько его много, Просто улыбайтесь чаще вы, И забудет к вам печаль дорогу. Просто улыбайтесь чаще вы, И забудет к вам печаль дорогу. Чудесно, я тебя благодарю, Это так красиво, Это так по-утреннему, по-летнему, Я желаю тебе дальнейших успехов. Приезжай еще. Взаимно, и не только вам, А всем жителям нашей Карачаева-Черкесии. А сейчас мы переносимся на побережье Черного моря. Коллектив Амра и Заула Старокувинска Дагихабльского района завоевал высшую награду – Гран-при на Международном фестивале Хореографического и Циркового искусства в Туапсе. Красочное действие проходило во Всероссийском центре Орленок. По возвращении наша съемочная группа встретилась с коллективом. Альбина Курачинова-Кенжева расскажет подробнее. Про Амру можно сказать, что ребята взорвали танцевальный зал на берегу Черного моря и никого не оставили равнодушным. На Международном фестивале-конкурсе «Радуга танцующих наций» ансамбль Амра из Карачаева-Черкесии представил три танца. Я им объяснил, что нечего волноваться, ребята. Как у себя дома танцуйте, свою программу сделайте. Что будет, то будет. И вот программа пошла, когда наши дети вышли на сцену, зрители были все в восторге. Хлопали там на бис, как говорится, свою программу оттанцевали. Международный фестиваль-конкурс хореографического и циркового искусства проходил в городе Туапсе во Всероссийском детском центре «Орленок». Дети с детьми всегда хочется работать. И ты видишь отдачу детей, как они счастливы. И ради их процветания, чтобы в дальнейшем наши дети смогли продолжать историю Абазин, достойно нести себя в этом мире. Поэтому ради такого дела абсолютно несложно. Так коллектив Амра из аула Старокувинска-Дагихабльского района, представив три танца в народной номинации, завоевал высшую награду фестиваля Гран-при. Мы в этом конкурсе представляли три танца. Свадебный Абазинский, Вуч и Войнахский танец. В конце нас наградили множественными дипломами, грамотами и кубками. Это было очень волнительно, как бы все переживали, но смогли, выступили. Это было очень впечатляюще, было очень интересно, познавательно. Потому что мы первый раз на такой большой сцене. Это был наш опыт. Нам очень понравилось. Было очень весело. Жюри также присудили Амре награды в номинациях «Лучший танцевальный костюм», «Соло-совершенство». А художественный руководитель Рахмет Черкесов признан лучшим балетмиссером, хореографом, постановщиком. До сих пор поступают восторженные звонки в адрес ансамбля и его руководителей от коллег из других регионов. А Амра будет продолжать готовиться к следующим выступлениям. Альбина Курочинова, Кенжи, Ванжела Джебекова, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева-Черкесия, Адыгихабльский район. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok